Держать журналистами более тесную связь, мое пожелание. И знать, что журналисты не враги, а помощники. Помощники президенту и помощники будущего процветания нашей страны. Вот роль журналистов основная. Правильно все освещать и все-таки помогать процветанию нашей страны. Что мы не какие-то там такие вот негодяи. Было бы очень интересно и, думаю, взаимовыгодно, для всех выгодно почаще проводить подобные встречи с главой государства. Но все-таки лучше его, компетентнее не сможет ответить на вопрос, пожалуй, никто в республике. У меня нет никаких предложений и вопросов к президенту Мурмали Рахмон. Потому что то, что касается, значит, юридической стороны, свободы слова в Тачкистане, это все создано государством. Только надо их использовать и писать хорошие материалы. Я хотел, чтобы вот это насчет рабочих мест побольше задумались наши руководители. Потому что большинство, основной потенциал, рабочий потенциал нашей республики сейчас вне республики трудятся. Правильно, они приносят нам деньги, там бюджет поступает, тоже немало денег. Но основной потенциал их, этот результат их работы останется за пределами республики. Я, как истинный таджикистанец, за это болею. Потом я хочу, чтобы наше общество, это невозможно, чтобы полностью очистили от коррупции, но немножко задержали вот этот процесс, который идет над очень быстрыми темпами. Коррупция везде, везде, и в народном образовании, и в медицине, и хоть куда ни придешь, в Тачкистане везде коррупция. Вот это, чтобы наш дорогой дима Малер Рахман обратил на это внимание. У меня к господину Варахману нет никакие вопросы. Почему? Потому что я получил, исходя из всей событий, случая, состоявшихся в течение последних годов, они дали мне ответы на все мои вопросы. Поэтому, я думаю, сейчас не надо никакие вопросы, а можно предлагать некоторые требования, которые исходят из правовой базы республики Таджикистана. Кого он считает достойным претендентом на звание президента после него, на пост президента после него? Была хорошая практика, когда печаталась какая-нибудь статья, например, были отделы, которые вплотную занимались этой статьей. Они брали, делали ксерекс, например, ставили визу, скажем, как зам примера или, скажем, руководителя аппарата президента, и отправляли, чтобы разбирались с этой статьей. И вот тот орган, у которого есть, скажем, какие-то проблемы, или это, скажем, необязательно статья, может быть, аналитическим, они как-то реагировали на это. Я думаю, что это была очень хорошая традиция, его надо восстановить и продолжать. Потому что вот все то, что пишется в прессе, это говорит о настроении, скажем, определенной категории людей или о настроении, в общем, народа. Это надо учесть и обязательно реагировать на это. И ввести, это не вопрос, а предложение получается, ввести конкретно какую-нибудь правильность, чтобы по этой правильности все работали. Можно ввести штраф или, скажем, какие-то другие, какие-то вычаги, воздействия для того, чтобы эти проблемы, они не остались только на бумаге, а как-то вот решили. У меня нет никаких вопросов. Почему? Потому что я знаю все ответы на тот вопрос, который возникает сейчас в обществе и в всеми же районами. Если у меня будет возможность задать какой-нибудь вопрос произведению, у меня будет один, единственный вопрос. Мы будем строить Рогмун или нет? Потому что остальные все вопросы, которые будем задавать мы или там подразумеваем, или хотим задавать, это исходит из этого главного вопроса. Дело в том, что Рогмун для нас это основной сейчас идеей, национальной идеей стал. Рогмун для нас это основной.